Приветствую тебя Владимир. Добрый вечер Хасай Магомедович. Привет. Как дела у тебя? Сегодня замечательно. Хорошо выспался. Сходил на родительское собрание. Такой спокойный сегодня весь день. И я знаю почему. Потому что вчера я вместе с вами поучаствовал на вебинаре с Романом Газенко. Понравилось, конечно, очень много чего было необычного. Я для себя новое движение узнал. Ну конечно, да. Парадоксальный вот этот прием с ладошкой попробовал. Как интересно было, что передо мной проблема была одна. Я все никак не мог понять, стоит ли мне одно дело начинать или не стоит. Вот напряжен я очень был. И вот мы с вами, вы мне посоветовали шалтай-болтай. Я там много минут достаточно сделал. И обнаружилось, что я на самом-то деле очень устал и прям захотел спать. Я такой отдохнувший, там сидел. Вы, наверное, заметили. Я там полчаса уже такой весь в себе. На всю жизнь подход очень хороший. Потому что, когда человек не может решить волнующую задачу, он целостности должен себя провести в порядок, выспаться, если не высыпался, снять барьеры вот эти вот психологические. И тогда оказывается проблема решаемая. Так тут интересное дело для меня обнаружилось. После вебинара, буквально через несколько минут, я уже такой расслаблен и все, буквально перед сном, я вдруг понял, что был озадачен другой проблемой. Вот. На самом-то деле, вот мне предстояло сегодняшнее родительское собрание. Я очень сильно переживал по этому поводу на самом деле. Как оно пройдет, что там будет. А вчера как-то так спокойно уже лег спать. Сегодня пошел, и я вам скажу, это, наверное, первое на моей памяти родительское собрание, где я вообще не волновался. Вот я просто сидел, говорил, слушал, думаю, ничего себе. Ничего меня вот не вызывает во мне каких-то переживаний, стресса. Думаю, все будет нормально, все замечательно, все вопросы решаемы. Вот. Вот это интересный вопрос. У тебя это сработало после вебинара, как после действия, да? Да. Вот я на вебинаре говорю. Как после действия. Ты вдруг почувствовал, что, оказывается, вот что тебе мешало быть свободным, да? Да, да, да. Ответ как бы пришел, да? И сразу успокоился, и на следующий день, ну, я так рад. Слушай, вот многие очень люди, Володя, они смотрят наши вебинары, участвуют в них, смотрят наши бесплатные ликбезы, там участвуют. И они просто удивительно, очень много людей пишут такие восторженные отзывы, потому что у них жизнь начинает меняться. А вот есть некоторые такие, которые вот у них какая-то такая вот, может быть, болезни такие какие-нибудь, органика какая-то, но они при этом начинают говорить, что стало легче преодолевать эти болезни. Хотя мы не клиника, и даем только советы, и никаким лечением не занимаемся. Это я напоминаю на всех ликбезах, на всех вебинарах и на всех своих роликах. Потому что очень многие люди, они хватаются за все, что появляется эффективно, хватаются, как утопающие за соломинку, а вдруг поможет, а вдруг поможет. А потом оказывается не так, как они ждали, чудо не случилось, и они так расстраиваются. Потому что они так и не поняли, что же надо как правильно делать. Вот о чем речь идет. Потому что когда у человека доминанта какая-то негативная, он не слышит, не видит, он ждет чудо. А вот надо как ты. Вот ты правильно очень все делаешь, и у тебя все так, слава Богу, хорошо получается. Ну, знаете, вот я, принцип, который вы сказали, что, во-первых, не надо пытаться себя расслабить, успокоить, во-первых. Вот это лишнее напряжение. И второе, не надо пытаться делать упражнение правильно. Вот. А делать, как само тело тебе разрешает. Вы знаете, вот еще одним открытием своим поделюсь. Значит, это я недавно понял. Дело в том, что вот как новичок, я когда услышал ваш принцип, принцип подбора путем перебора. И у меня сразу возник вопрос, а из чего перебирать-то? Ведь сначала уже нужно понять, что перебирать. А для того, чтобы перебирать из чего-то, надо это освоить, попробовать. Вот. И я вот вашу книжку купил, вот эту, да? Да. Там приемов-то много. Вот я думаю, может, кому-то это тоже будет интересно и полезно. Приемов много. Я начинаю книжку читать и понимаю, что так как приемов будет много, лучше мне книжку целиком сразу не читать. Я думаю, вот там, значит, первое упражнение было. И вот у меня сзади доска белая, с обратной стороны она зеленая. Я там написал меланг для себя. Так, я теперь умею такое упражнение. Значит, как только какое-то стрессовое состояние было, я его попробовал. Ага, все хорошо. Понял, из чего. Дальше начинаю читать, дошел до синхрогимнастики. Там уже пять упражнений. Что делать? Я на вашем канале нашел ваше объяснение. Много лет назад вы записывали, как она делается. Посмотрел, да, стал делать. Значит, думаю, и вот тут я, видимо, совершил какую-то ошибку. Вот я вам скажу. Там написано, что желательно делать каждый день. Желательно каждый день. Да. Это очень важный момент. Да, да, да. Регулярность – это не значит ежедневность. Это очень важный момент. Когда мы говорим регулярно надо этим заниматься, это не имеется в виду каждый день, каждый час, каждую секунду. Это не это имеется в виду. У нас несколько дней поначалу, когда человек осваивает метод ключ, делает каждый день. Потом он начинает делать раз-два в неделю. У него уже сформировались навыки, ему уже не нужно их делать, потому что в любом месте, в любое время ему достаточно вспомнить это, как он это делал. У него уже становится свободнее, легко, легче, увереннее. А потом делает, когда сильный стресс, какой-нибудь такой сильный, вдруг схлопнет или резко погода поменялась, вот весеннее-осеннее обострение, опять сделает его упражнение в полном объеме. Таким образом, получается, он делает регулярно, но не каждый день. Вот, а я с таким усердием достойного лучшего применения, думаю, вот и с утречка сделаю, вечером перед сном, короче. И вот начал делать, и знаете, вот я на одном из вебинаров обратил внимание, там тоже одна женщина сказала, вы знаете, говорит, Хасай Магомедович, я стала делать упражнения, у меня, говорит, поясница стала болеть. Вы говорите, ну, не надо делать вот так вот, чтобы поясница болела. А вы знаете, вот, и у меня тоже в какой-то момент тоже стала болеть поясница. Я такой думаю, ну, никогда не болела, но она такой приятной болью болит. Ну, это не такая болезненная боль, но приятно. Почему? Потому что, оказывается, я поначалу вот этот шалтай-болтай, вис до пола с расслаблением полным я делал с излишним усердием. Я когда это понял... Фанатизма никогда не... Никакого, да. А я-то вот как-то думал, ой, мне хорошо, вот еще. И был у меня, знаете, такой один случай, я не мог уснуть. Я лежу, ворочаюсь, у меня очень сильно болела голова, и я не так, не сяк, я думаю, ну, я в конце концов ключ осваиваю или нет, мне же интересно. Стрессовая ситуация, она критичная для меня, потому что при головной боли я уснуть не могу. А не уснув вовремя, не выспавшись, мне потом еще будет хуже на следующий день. И я встал, и давай делать шалтай-болтай. И вот я его делаю минуту, две, три делаю спокойно, да? Оказалось, не очень спокойно я делал, но я был напряжен очень сильно. Я помню, что надо думать, о чем думается. И вот... Мысли на самотек. Да, я пустил мысли на самотек, и знаете, на что обратил внимание? Я острый, а стал реагировать на происходящее вокруг. Я услышал, кто-то включил кран из соседей. Меня это прям, вот я прям переживаю, начинаю сильнее крутиться там, да? А, потом выше напряжение. Я напряжен, да. Я слышу, кто-то там из соседей ходит наверху. Опять напряжен, я кручу, кручу, думаю. И поймал себя на мысли, что я пытаюсь успокоить себя. Потом опять вспоминаю, так не получится. И совсем так расслабился, так думал, вращаю, вращаю. И вдруг меня отпустило. То есть я совсем так стою, вращаюсь, вращаюсь. И вдруг я понял, что до этого я с излишним усердием делал. До меня дошло, почему у меня спина стала болеть. Хасай Магомедович, просто меня перепутало, что ли, название. Вот она же синхрогимнастика. А у меня стереотип, что гимнастика, ее нужно делать, вот знаете, так, чтобы растягиваться с усердием, да, 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 чтобы мышцы растягивать. А это же синхрогимнастика, это немножко другое. И вот я постоял еще пять, да. Сейчас я изменяюсь. Кто-то вдруг нас смотрит из новичков и запутается. Дело в том, что синхрогимнастика, она у нас называется синхрогимнастика, потому как это не механические упражнения, гимнастика, а синхронизирующие, как ты сейчас отметил. Я для всех еще раз это отмечаю. Это важный момент. И подбирать надо те действия, которые отвечают критерию максимальной простоты, легкости и комфортности выполнения. Перебирая их. Вот с чего Владимир начал говорить, принцип подбора путем перебора. Начали какие-то движения. Делайте только те, которые нравятся, которые приятны. Вдруг вы начинаете выходить на те, которые вы в детстве любили. Например, холохо крутить. Или плавательные движения. Или как будто на лодке катаетесь. Ну, там много разных. Ты же начал с этого вопроса, а какие перебежать? Да, да, да. И выбирать можно любые движения по критерию максимальной легкости, красоты такой, легкости. И получается, что ты приходишь самому себе. Вот тебе и ключ. Да. Но у всех, видите, по-разному происходит. И вот которые вы вещи сейчас говорите, я их тогда не понимал. Ну, это с одного раза трудно. Да, с одного раза это трудно, да. И вы знаете, вот постепенно стало приходить понимание, что в стрессовых ситуациях у меня такое внутреннее состояние, как его назвать? Вот есть душа, да, сердце, вот оно просит красоты, красивых отношений с людьми, человечности, да, человечных отношений. А есть ум, загруженный вот очень большим, бывает к концу дня, количеством задач, это надо, это надо, это надо. Душа просит одно, а ум требует другое. А тело, да, а тело вообще, что дело, тело даже не знает вообще, да. И вот ты начинаешь искать, то ли пешком пройти там пару километров, то ли там в бассейн пойти там тоже поплавать. Вот тело, а если оно еще обездвижено, как вот в школе бывает на уроке, то совсем вот, и вот это и есть, я назвал это состояние лебедь, рак и щука. Вот когда, да, в три направления тебя буквально вот, я даже не скажу, что разрывает, но очень тяжелое состояние. И вот когда упражнение ключа делаю, я так замечаю, все начинает собираться. То есть, да, да, в целое все начинает собираться, и ты думаешь, ага. И, во-первых, движения красивые, и на душе хорошо, и ум успокаивается, и все становится как-то вот так вот, в гармонию так все приходит, так хорошо становится. Потому что противоречия исчезают внутренние, возникает целостность. И для этого мы подбираем действия синхронные текущему состоянию. Те, которые нам максимально комфортны. Значит, они нам резонансны, значит, они нам подходят. И не делать никогда через насилие над собой, ничего такого не делать. Наоборот, быть как дети, как они играют легко, свободно. Вот так же и делать все это, как детскую игру. Так вот, что еще очень важно. Ты сейчас сказал слово красиво, и я сказал слово красиво, непроизвольно. А на самом деле у нас есть такой прием, красивое движение. Если взять любое действие, например, рукой, и делать, делать так легко-легко, гармонично, гармонично, чтобы найти красивое движение, красивое движение. И пока ты ищешь красивое движение, а потом положил руки и задумался. Это стадия после действия. И уже легче становится. То есть искать красивое движение уже прием. Это очень интересно, потому что очень много людей одним только этим приемом. Найди красивое движение, уже одним приемом этим успокаиваются. И здесь, когда я говорю слово успокаиваются, и ты хорошо сказал, ошибка заключалась в том, что я старался расслабиться. А в то время надо было думать, о чем думается. Если у меня гожили какие-то мысли лихорадочные, надо было их пустить на самотек правильно. Не надо делать насилие над собой. И таким образом очень часто люди путаются, когда мы говорим успокоиться. А они стараются специально успокоиться, когда их трясет. Так ты правильно, позапрошлый раз, по-моему, мы встречались, ты говорил, как ты дочку научил. Если трясет, надо сначала потрястись. И тогда ты и успокоишься. Ну, понятно. Понятно. Но это, наверное, в другой книжке. Она у меня тоже лежит. Я еще ее не прочитал. Вот по поводу дочки вы напомнили. А вы знаете, у меня тут еще события в семье интересные произошли. Очень хочу с вами поделиться. Значит, вот я вам раньше не успел рассказать, как я вообще на книжку вышел. Почему я стал так вот с усердием, скажем, все это дело изучать. Как только я встретил в интернете ваши выступления, стал смотреть, думать. С супругой стал это обсуждать. И она вот несколько, пару, тройку недель назад сына в садик отвела. В первый раз. Ему полтора года. Она его отвела в садик. Пришла домой, сидит. Я, говорит, себе места не найду. Как он там? Что с ним? Там первый день в садике. Я, говорит, не могу. И она, знаете, ко мне обращается. Слушай, ты там что-то говорил. Говорит, какое-то, говорит, упражнение надо сделать. Вот там хлест какой-то, говорит, еще чего-то. Подскажи, пожалуйста. Я говорю, ну вот услышал только сам об этом. Ну, давай, говорю, попробуем. И вот она встала. Я говорю, давай, вот хлест руками, да? Вот хлест она делает. Вот она, и, говорю, самое главное, думай, думай. Вот обо всем, о чем переживала. Она вот хлест руками по спине, делает, делает, делает. Так, говорю, потом лышника. Ой, лышник, говорит, не получается. Я говорю, теперь давай вот шалтай-болтай. Она шалтай-болтай делает, делает, делает. Потом, значит, вот погибается. Так, ведь, расслабляется. Вот вис называется. Да, вис потом. Потом такая сила, ой, говорит. Я говорю, ну как? Да, пар вышел, да, пар вышел. Да, я говорю, ну как? Ой, говорит, все, говорит, дрожь, говорит, пропала. Все, говорит, успокоилась, говорит, спасибо. Вот тогда, Хосай Магомедович, я думаю, ничего себе. Она даже быстрее меня привела себя во время стрессовой ситуации. Я еще не успел даже попробовать. Я ей просто об этом рассказал. Вот, она, думаю, ничего себе. Так, пора книжку читать. Вот, пора читать книжку. А недавно, буквально пару дней назад, другой случай опять с ней. У меня, понимаете, у меня вот это снятие стресса в семье приводит к налаживанию взаимоотношений. Вот, значит, возьми и предложи. Говорю, пойдем, говорю, в бассейн вместе. Я один же раньше ходил. Так было неожиданно, а она у меня плавать не умеет, понимаете? Она плавать не умеет, и я знаю почему. Потому что каждый раз, когда я ее пытаюсь учить, у нее очень напряжена шея. Ну, она боится, не умеет плавать еще. Вот, очень напряжена шея, и она сразу под воду уходит. И вот мы в бассейн пришли, взяли специальные штуки, на которых держится. И она, значит, начинает плавать, и у нее как бы, ну, вот скованность. Я так говорю, слушай, ну, что-то ты очень сильно напряжена, а воды, говорит, боюсь. Я говорю, давай вместе сделаем, хлест руками по спине, давай вместе сделаем. Ну, давай. Только давай думать вот о чем думается, непросто, да? И вот мы с ней стоим, минутку сделали. Она расслабилась, я расслабилась. И вы знаете, у меня мысль тут пришла сразу же. Она же, у нее идет реакция от воды, от брызгов. Она закрывает глаза и тут же задерживается дыханием. Я ей даю свои очки, она их надевает. У меня решение, да. Да, решение пришло, не надо, глаза не будут реагировать на воду. И говорю, так, под воду посмотри. Она воду тут же перестала бояться. Взяла, да, взяла. Хасай Магадрич, ей-богу, врать не буду. Впервые в жизни 25 метров, держась за эту штуку. Вот она через бассейн проплыла. Вид у нее, конечно, был. Она говорит, это, говорит, не может быть. Я говорю, вот, может быть. Вот такой вот момент. А вчера еще, а нет, позавчера. Теперь с сыном, Хасай Магадрич, с сыном. Мы с ним в одной комнате спали. И я встал, и перед сном так вот тоже опять. Шалтай-болтай я люблю, он успокаивает перед сном. И я делаю. Лыжник больше нравится, а кому-то плавать. Да, да, да. Но мне лыжник тоже очень нравится, потому что я очень люблю на лыжах кататься зимой. Ой, обожаю. Сын на меня смотрит и говорит, а ты что делаешь? Ему 11 лет, а ты, говорит, что делаешь? Я говорю, я вот смотри, вот когда ты напряжен, уснуть не можешь, я говорю, у тебя же тоже такое бывает. Ты иногда жалуешься, два часа уснуть не можешь, успокоиться. Я говорю, вот давай встань, покажу. Я ему показываю. Я говорю, вот шалтай-болтай называется. Думаешь, о чем думается? Он такой стоит минутку, ой, зевать начал. Лег такой, смотрит, смотрит на меня. Да, ну у меня проблем, наверное, побольше. И он говорит, папа, ты неправильно делаешь. Он уже понял. Да, я говорю, а почему неправильно? Ты, говорит, вот здесь заметно, говорит, очень резко делаешь. Встал, меня поправил. Я думаю, ничего себе, сын с первого раза. Вы понимаете, дети быстрые. Я это тоже замечал. Да, 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 да. И вот главная мысль у меня такая. Дочери помог, супруги помог, сыну уже тоже помогаю. Что я делаю? Защиту семьи обеспечиваю от стресса. Вот, понимаете, для меня ключ – это защита семьи от стресса. Это не просто как бы убегаешь от стресса, да, не просто вот как бы пытаешься, как вам даже сказать, создать какие-то тепличные условия, да, безстрессовые. А на самом деле учишь вот это состояние стрессовое под свой контроль брать. Да, 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 вот именно, вот именно. Так это же и есть здоровый образ жизни. Потому что многие люди понимают так, что здоровый образ жизни – вот так называемый ЗОЖ. Да, это значит обязательно бегать по утрам. Ну, это, конечно, хорошо, кому это подходит. А кому не подходит или, допустим, погода изменилась, или не может из дома выйти. Так можно эти приемы сделать, подбирать те, которые подходят. И каждый должен подбирать именно те действия, которые ему лично подходят. И именно когда он находит действия синхронные с текущим состоянием, происходит сразу обвал вот этого напряжения, выход на состояние легкости, комфортности, уверенности в себе, прекрасность. Это главное подбирать. Конечно. И еще, знаете, Хасай Магомедович, еще одна мысль у меня. Вот этими упражнениями мы учимся слушать свое тело. Да. Вот я понял, что… Да, то есть разговаривать со своим телом. Я-то раньше, знаете, эх, если болит, надо сильно растянуться, потянуться, выгнать. О, перестало, я живой. Вот. А тут, оказывается, этот… Вот даже, знаете, вот стресс-тест, да? Вот когда я понял, что я буду слушать свое тело, как оно мне скажет, как правильно делать. Не я буду говорить, так, делай вот так правильно. А тело скажет, вот это правильно, а вот это нет. Вот шалтай-болтай. Вот так усердно делаю – болит. А если спокойно делаю – уже не болит. А другому, наоборот, надо сильнее, потому что… А другому? А нервная система. Да, 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 да. Им надо вов-вов-вов-вов. Вот. А стресс-тест у меня… Да, у меня небольшое искривление позвоночника. Я, значит, руки вот так сделал. Они у меня пошли, пошли, пошли. А потом, знаете, тело говорит, тебе лучше левую руку чуть ниже дать. Вы знаете, я так иду, так раз чуть ниже пошел. И мне хорошо стало. Я думаю, раньше как-то я вот так делал, и какое-то сопротивление. А то, знаете, тело так раз в подсказку, думаю, ох, ничего себе. Так мне так же удобнее делать. Почему я должен прям по ровной линии идти? Мне же вот так удобно делать. И я вот так стал делать. Вот. Удивительно, конечно. Удивительно. Получается, что мы целый курс проводим для людей. Я… Очень хорошо. Это очень здорово, потому что очень многие люди получают от этого пользу. Я очень рад. Пользу на всю жизнь. На всю жизнь. Будет трудная ситуация в жизни когда-нибудь. Вспомнил наши уроки такие с Владимиром. Да. Очень здорово. Скажи, пожалуйста, твои дети любят рисовать? Вот я люблю рисовать. Видишь, у меня картина такая. Я вчера, кстати, на вебинаре, когда мы участвовали, а Роман Газенко показал картину с бурлаками. Да. Картина «Волги». Бурлакина «Волги». Да, 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 да. Картина. Оказывается, Достоевский там не заметил кое-что. Не Достоевский, а… Да, Достоевский не заметил. Еще кто-то не заметил. Что Репин хотел показать с социальной точки зрения, что бурлаки тянут вот это вот. Тянут, мучаются. А пароход, корабль-то нарисован. Наоборот. Наоборот. И флаг на корабле, оказывается, в обратную сторону. А Шейла мне, дочка моя, посмотрела вебинар и говорит, а вы, говорит, не успели, наверное, сказать, там рядом нарисован, значит, с парусами кораблик такой. И там так порядок паруса, там, наверное, люди сидят, жируют такое вот. А ведь Репин действительно, когда Роман нам рассказал о том, на что обратить внимание, на что и Достоевский не обратил внимания. На самом деле там столько вот этих противоречивых моментов, что бурлаки тянут вот это вот, а государственное обеспечение не получают. И поэтому пароход задом наперед стоит, и ветер дует в одну сторону, а флажок в другую сторону. Вот эти все детали Роман нам рассказывал. Вообще интересно было очень, правда? Да, 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 конечно. Такой человек внимания не обращает, когда ему покажут. Пока не покажут, не обращает внимания. Да, да, да. Это вообще наше восприятие. Да. Ну, вы очень красивые картины рисуете. У меня дочка очень красиво рисует. Она обожает рисовать. Вот, но... Покажу, покажу, почему бы и нет. Вот. И, ну, сын, сын, вот он как-то вот у него... Вообще, когда он сам рисует, сам, у него получаются очень красивые рисунки. Но когда вот в школе, как-то он из интереса, конечно. Вот, когда он сам, у него не так много рисунок. Надо вот, чтобы вот эта самость сохранилась, но при этом постепенно рисовать, как учат, не потеряв самостью вот этой... Вот, да, да, да. Да, да, да. Вот есть такой момент, что когда он сам рисует, у него получается здорово. Он прям приходит, показывает там такое разнообразие цветов. А когда говорят, что надо рисовать строго по заданным каким-то шаблонам, да, вот он... У него интерес к рисованию, к сожалению, пропадает. К сожалению, есть академическое рисование, как учат вот нас по определенным шаблонам рисовать. А есть вот именно, которые изнутри происходят. И вот когда соединяются два этих направления, синергируются, когда человек при этом себя не теряет. Я вот уже вырос, вырос и рисую. От себя я рисую. От себя я рисую. При этом многие, многие говорят, как хорошо получается. Я уверен, что каждый человек может, если он даст себе свободу и рисовать, и петь, и плавать хорошо. Главное научиться снимать нервномочные зажимы и снимать психологические барьеры. А это как раз мы делаем на наших ликбезах бесплатных, на вебинарах мы делаем это. Вот Шейла еще вчера, когда вебинар посмотрела, она говорит насчет слов. Насчет слов она сказала. А я всегда, когда у меня стресс, я, говорит, моментально начинаю логику включать. И когда я включаю логику, почему у меня стресс? Еще какие-то там вопросы сама себе задает. И стресс как-то сразу снижается. Вот это, говорит, тоже важно отметить. Я поэтому сейчас и отмечаю. Потому что вебинар у нас был посвящен прошлое именно тому, как вербализация наших состояний на уровне сознания, запечатывание там определенных слов. Я, например, плохо себя чувствую. И сказал себе, я плохо себя чувствую. И уже стало легче. Потому что я определил, что со мной происходит. Поэтому если мы запечатаем себе таким образом несколько состояний, например, когда я счастлив, я скажу, я счастлив. Или, допустим, я устал. Скажу себе, я устал. Или когда я хочу думать о чем-то, но мне что-то мешает. Я себе скажу, хочу думать, но мне что-то мешает. Мысленно произнесу это. Вербализую. И сразу как-то легче становится. Ну, каждый может назвать себе свои состояния какими-то словами. И потом это точки опоры, как талисман. Допустим, человеку плохо стало, а он вспомнил слово «хорошо». И сказал себе «хорошо» и стало лучше. Да. Просто потому, что раздрая, о котором ты вначале говорил, мысли в одну сторону, эмоции в другую сторону, тело в третью сторону. А здесь, когда мы собираем все в одно целое, в данном случае синхронные действия соответственно с текущим состоянием, и еще и слово себе произнести. А вот Сытин так рекомендовал, Сытин, настроя Сытина. Он всех учил, и это помогало многим. Он говорил, «Я здоровый, я здоровый, во мне кровь молодая». Он мне там, ну, такие слова произносил, но он гимновым ритмом себе произносил. И он действительно становился такой, здоровый, сильный. И всех этому учил. Да, слова имеют большее значение. Слова, образы и действия. Вот это все уровни психические, физиологические и физические, чтобы были согласованы. Ну, это я так немножко заговорился. Нет, я главное, что сейчас понял, что неопределенность ведет к стрессу, а определенность, наоборот, этот стресс, получается, снимает. Ты определил себя? Да. Что с тобой? И почему? Вот как я вчера в этом вебинаре, я же не понимал, что я пытался одну задачу решить, а на самом деле где-то глубоко внутри у меня совсем другая проблема была. А я не понимал этого. Оказывается, вот, завтра родительское собрание. А я, знаете, переживаю это очень часто, что я что-то не то скажу. Ну, все-таки родители, значит, у меня это есть немножко, что я могу что-то публично-ошибочно сказать. Немножко есть такое у меня. Вот. И я по этому поводу очень сильно. Ты вообще заметил, Володя, вот сейчас вот ты, когда с людьми общаешься, когда монолог какой-то для собрания говоришь или еще что-то, как-то у тебя поменялось отношение к аудитории, отношение к людям? А вот оно меняется. Я говорю, я сегодня, вот, вы знаете, у меня обычно перед собраниями и коленки дрожат. И бывает такое. А тут сегодня какой-то, ну, я очень спокойный сегодня был. Я сам себя не узнаю в этом смысле. Пришел такой уверенный, поговорил, все. Голова-то ясная была. Голова была. Мужик подумать стал такой спокойный, что все было как бы... Нет, нет, нет. Я в том смысле, что очень ясная голова была и очень ясное представление о том, что я собираюсь рассказать, что я не буду говорить и как я буду отвечать на те или иные вопросы. И все прошло замечательно. Причем больше говорили родители, чем я. Обычно я рассказываю, что-то много говорю, меня слушают. А в этот раз больше я сидел и говорили родители. И вот эта ситуация тоже интересная. Родителей надо учить вместе с детьми. У меня самые лучшие результаты получали в жизни, когда я проводил занятия, когда родители вместе с учителями и вместе с детишками. В одном классе, например, все собирались, сделали ключевой стресс-тест, сделали шалтай-болтай, лыжника, плавательные движения, дирижера делали там. Ну, много разных. Прибирали. И у кого-то это действие, у кого-то это действие получается. А потом, когда все сели, ой, такое состояние в классе было, как будто гора сплеть. А вот так хотя бы раз в месяц, если бы всех собирали в школе и все бы занимались именно синхрогимнастикой по методу ключа, это вообще потрясающая вещь. Ну, Хасай Магомедович, я ведь это за идею возьму. Давай-давай. В следующий раз еще выйдешь ко мне, да? Я с удовольствием. Я говорю, я сейчас до 1 сентября у меня вообще пока вот с утра до вечера очень спокойно. И мы так постепенно двигаемся к лучшему будущему. Минимальными действиями получать максимальные результаты. Такого раньше не было. До встречи. Спасибо тебе, Валый. До встречи. Да. Всего хорошего. Получается, с энергетиком. Мы с тобой прямо вот очень даже здорово. Мне нравится. Мне самому нравится. Спасибо тебе, Валый. Всего хорошего. До свидания.